Международный аэропорт Сочи Январь 2015 Фебюри 01-2015-19-35 23 января 2015 года пресс-служба аэропорта Сочи пригласила принять участие в проекте аэропорт Сочи Вчера, сегодня, ниже репортаж из сегодняшней жизни аэропорта Сочи Знакомство с современной жизнью аэропорта начали с КДП Возведение нового здания командно-диспетчерского пункта началось в июне 2010 года и завершилось в декабре 2012 года Общая площадь строительства составила 5895 кв.м Монтаж оборудования на КДП начали в феврале 2013 год, а 12 сентября КДП уже был введен в эксплуатацию Общая стоимость оснащения аэропорта современным оборудованием составила более 800 миллионов рублей Новый КДП Сочинского аэропорта оснащен комплексом средств автоматизации управления воздушным движением КСАУВД, Синтеса-2 производства ВНИРА, Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры, входящего в концерн Алмаз, Антей Об открытии нового КДП я уже писал, можно по ссылке ознакомиться Фото 2. Командная вышка Фото 3. Рабочее место диспетчера Фото 4. Рабочее место руководителя палитв Синтестэ-ЦВ, вариант тренажера от ВНИРА для высокого КДП аэродрома типа вышка Предназначен для тренировки диспетчеров ОВД АКТП аэродромов, стартового диспетчерского пункта СДП, диспетчерского пункта руления ДПР, пункта диспетчера посадки ПДП Аппаратно-программные средства визуализации предназначены для моделирования визуальной наземной обстановки и управления движением ВС и спецтранспортом на летном поле аэродрома Основной функцией комплекса визуализации является формирование псевдо-трехмерной модели изображения аэродромной обстановки Фото 5. Тренажер типа вышка Фото 6. Девушка-диспетчер-стажер проходит подготовку на диспетчерском тренажере типа вышка А это уже не учебные классы, а реальная работа по управлению воздушным движением Фото 7. Фото 8. Вид с нового КДП на аэровокзал Фото 9. Фото 10. Фото 11. На переднем плане VIP Терминал Посмотреть интерьеры терминала можно по ссылке Фото 12 Тут же в здании КДП размещается и метеослужба, которая подчиняется Росгидромету Официальное название Амск-Сочи-Сочинского филиала в ГБУ Авиамет-Телеком Росгидромета Амск это авиационная метеорологическая станция гражданская А в ГБУ это федеральное государственное бюджетное учреждение Фото 13. Помещение синоптиков Омск Ниже на фото профилометр лидарный ветровой ПЛВ-300 предназначен для измерения скорости и направления ветра по высотам ПЛВ-300 является базовой компонентой первой российской системы обнаружения маловысотного сдвига ветра в ближней аэродромной зоне Лидары работают далеко не во всех аэропортах мира Международный аэропорт Сочи является единственным в России, где установлен лидар О метеослужбе узнал для себя много нового, поэтому решил сделать отдельный репортаж чуть позже выложив свой ЖЖ Фото 14. Профилометр лидарный ветровой ПЛВ-300, на фото слева, побывал и на старом КДП Фото 15 Вид на ВПП из окна старого КДП Здание старого КДП функционирует Оборудование поддерживается в рабочем состоянии Фото 16 Фото 17 Вид со старого КДП Фото 18 Фото 19 Вид со старого КДП Фото 20 Фото 21 Вид со старого КДП Фото 22 Вид со старого КДП Фото 23 Вид со старого КДП Фото 24 Вид со старого КДП Фото 25 Фото 26 Фото 27 Фото 28 Старое здание аэровокзала вид со стороны перрона Фото 29 Вид со стороны старой привокзальной площади Аэропорт, авиация, Сочи 9